МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Это 27-я серия проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 87-й год. Доктор Хайбер голодает, Яковлев и Легачев, самофинансирование, общество память, розенбаум, госприемка, телемосты, изгнание Ельцина из политбюро, любера и панки, Руст прилетел. Нобелевский лауреат, Бродский. Комментаторы. Экономист Егор Гайдар, политолог Сергей Караганов, писатель Анатолий Стрелян. Член ЦК, министр иностранных дел Рауль Руа и другие официальные лица. Грузинский кинорежиссер Тенгиз Абуладзе представляет снятый три года назад фильм «Покаяние». Аллегорическое повествование про диктаторов черной гимнастерки Муссолини, с усиками Гитлера и в Пенсне Берия поднимается как кинофлаг перестройки. Главный приз Всесоюзного кинофестиваля, большой приз жюри Каннского кинофестиваля, «Ленинская премия» за трилогию «Мольба», «Древо желания», «Покаяние». В профессиональной среде шутят, уж дали бы тогда Сталинскую. Нет, не должны вы его хоронить. Воронам должны выбросить на растерзание. Придать его земле – это значит простить его, закрыть глаза на все, что он совершил. Женщина-кондитер объясняет суду, почему она раз за разом выкапывает из могилы тело скончавшегося властителя. В старой советской терминологии, о которой зрители уже напомнили газеты, героиня фильма – дочь врага народа. Я должен был прорыть тоннель от Бумбея до Лондона. Всех особенно поражает эпизод. В южный городок с северного лесоповала приходят бревна. На них имена Катаржан, весточки, что живы. Амиран обошит. Я нашел! Я нашел его! В число важнейших понятий эпохи почти наряду с самими перестройкой и гласностью входят название фильма и множество раз переиначенные две реплики из финала про улицу, в других переводах – дорогу, которая ведет или не ведет к храму. Скажите, эта дорога приведет к храму? Эта улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? К чему дорога, если она не приводит к храму? В 87-м году в стране появляются автомобили особо малого класса. В Серпухове выпускают АКУ, Запорожье, Таврию. Автомобиль, который вы еще никогда не видели. Махонькая АК вообще-то рассчитана на четверых. Но сзади человек даже среднего роста помещается с трудом. Отсюда вывод. Эти места для детей, а сама АК – для молодой семьи. Машина не станет ни массовой, ни молодежной. Ее приспособят для инвалидов. Таврия – восьмерка для бедных. Самую доступную и самую экономичную отечественную машину покупают прежде всего те, кто раньше не имел автомобиля. Сугубо городская модель. Маломальски груженая – Таврия в горку совсем не тянет. В начале 87-го года СССР с официальным визитом посещает глава правительства Великобритании. Перед своим отлетом из Москвы Маргарет Тэтчер заявляет «Это был самый замечательный и мобилизующий из всех зарубежных визитов, которые я совершила в качестве премьер-министра». Передаваемое по центральному телевидению интервью Тэтчер трем политобозревателям наносит сокрушительное поражение советской международной журналистике. В аэропорту Внуково высокую гостью встречали председатель Совета министров СССР Лышков, министр иностранных дел СССР Шеварнадзе. Горбачев убеждает Тэтчер – в Великобритании пора сократить свои ядерные вооружения. Тэтчер соглашается на ликвидацию ракет средней дальности. В остальном держится жестко. Немало неочарованная перестройка напоминает об Афганистане и диссидентах. Выставляет на посмешище интервьюеров, пытающихся объяснить ей преимущества плановой экономики. «Кто-то из москвичей пригласил премьер-министра к себе в гости, и она приняла это приглашение». Тэтчера у нас уже просто обожают. В мировой иерархии ставят выше Рейгана. «Это был самый великолепный и вдохновляющий визит, который я когда-либо совершала за рубеж в качестве премьер-министра. И я хотела бы поблагодарить господина Горбачева, советское правительство и народ за столь теплый прием». С 1987 года начинаются обратные переименования. Первым прежнее имя получает Ижевск. Три года он назывался, как шутили, Дмитрием Федоровичем. В честь покойного министра обороны Ижевск переименовывали Вустинов. Вторым переименуют Брежнев, обратно в набережные Челны. Брежневский район Москвы снова назовут Черемушками. Разобравшись с героями застоя, примутся за героев «Октября» и «Сталинского призыва». На карте страны не станет фамилий Куйбышев, Горький, Калинин, Орджоникидзе, Жданов. Правда, не весь почему Кирову не вернут девичью фамилию Вятка. Самым многострадальным городом оказался Рыбинск Ярославской области. Он последовательно назывался Рыбинском, потом Щербаковым, потом снова Рыбинском, потом Андроповым, потом снова Рыбинском. 87-й год легализации бизнеса в СССР. Хотя все еще повторяют, частное предпринимательство – это не наш путь. Вступает в силу закон об индивидуальной трудовой деятельности. Совет министров принимает два постановления о совместных предприятиях и три – о создании кооперативов в сфере сервиса, общепита и производства товаров. Совместные предприятия – самые нерасторопные. За год их создано всего 37. У нас дешевая рабочая сила и богатые ресурсы, но СП поставлены в слишком жесткие рамки. Нельзя вкладывать прибыль в дело, валюта на счетах заморожена, советский партнер всегда хозяин. Учредительные документы вынашиваются по 9 месяцев. Нужны визы Минфина, Госкомтруда, Госплана, КГБ и технико-экономические расчеты до 2015 года. Счастливое исключение – ресторан «Дели» на Красной Пресне. Это СП создают за один день к приезду Раджива Ганди. Гораздо гуще всходит поросль своего домашнего бизнеса. Индивидуалам и ТДшникам разрешают строительство, ремонт жилья и машин, парикмахерские, косметические, фотоуслуги, репетиторство и частный извоз. Первую волну коопераций поднимают шмоточники, они одевают, и шашлычники, они кормят. Эпицентры – Рижский рынок, где торгуют актуальными моделями одежды, медными браслетами и значками с аполитичными надписями. И улица Кропоткинская, бывшая и будущая Пречистенка, где самая цивилизованная точка нового общепита – кооперативный ресторан. Рижский рынок, пышно сказано, на самом деле кустарям и кооператорам отданы площадки на улице перед торцами здания, с одной и другой стороны. Кооператоры меняют цвета советской уличной моды. Прежде главным цветом был немаркий. Теперь покупают розовые и ярко-салатовые платья из ХБ с прострочкой и на кнопках. Мужчинам предлагаются серые блузоны на тех же кнопках, обоим полам брюки-бананы из бежевой плащевки. В следующем сезоне писком моды рижского рынка станут шелковые юбки-брюки и джинсы-пирамида с верблюдом на лейбаке. Кропоткинская, 36. Первый кооперативный ресторан Москвы. Пишущие о начале русского капитализма западные журналисты смело называют его частным. Внимание прессы. О первом годе работы Кропоткинской написано «Тома». Превращает ресторан в важнейшую достопримечательность Москвы. Здесь должен побывать каждый состоятельный приезжий. Рональд Рейган-младший, сын президента США, приезжает в Москву в качестве корреспондента журнала «Плейбой». Он сбегает столоваться на Кропоткинскую, 36, от завтраков неперестроенной гостиницы «Националь». Гастрономические приключения американца подробно освещает центральное телевидение. Кооперативы общественного питания «Шашлычников» обвиняют прежде всего в скупке по государственным ценам и без того дефицитных продуктов, особенно мяса. Защитники кооперации, кроме довода «не хошь, не ешь», напирают на уютный интерьер и на домашнее качество блюд. С последним, в общем-то, никто не спорит. Никто не берется утверждать, что в государственном общепите кормят вкусно. Многие кооперативы сразу же стали жировать на государственном секторе. В госмагазине «Зубная паста» 30 копеек, рядом в кооперативном «Рубль». Если называть вещи своими именами, государственный сектор отдали на разграбление ушлым частникам. Это сильно подогревало народную зависть. Прежде всего, выразителями этой зависти были милицейские. Я работал в очень известном журнале и помог появлению одного из первых кооперативов в Москве. Это был ресторан. Его создал писатель-романтик. Думал, что создает для поэтов, художников, артистов, будут читать стихи, устраивать выставки. Вместо артиста, естественно, как мы сейчас понимаем, пошел бандит. Пошел местный милицейский, подполковники, полковники, выпьют, закусят, потом рассказывают. Кооперативы – это замысел. Выявить, кто за капитализм. Засветитесь, пархатые, потом и вас всех к ногтю. Почему кооперативы сразу же не смыло волной народной зависти? Ее еще называют народным гневом, который, естественно, всегда правил. Потому что эту волну не оседлала власть. Милицейские ошиблись. У Горбачева было другое на уме. Пока зависть не возглавила власть, оппозиция или бунтовщик – зависть не страшна. Последний американский герой советской пропаганды. Доктор Хайдер сидит перед Белым домом и голодает, требуя ликвидации ядерных вооружений. 56-летний Чарльз Хайдер занимался исследованиями солнца, затем направил ультиматум президенту США и, не получив ответа, объявил голодовку, как сам заявляет, со смертельным исходом. Суточный рацион доктора Хайдера, восторгаются наши корреспонденты, составляет лишь 1-2 галлона подогретой воды. Он полон решимости вести борьбу до конца. Голодовка раскручена в лучших традициях. 6 тысяч работниц Тираспольского швейного объединения имени 40-летия СССР пишут Рейгану «Спасите жизнь доктора Хайдера». Время идет, Рейган молчит, Хайдер голодает. Наши вашингтонские корреспонденты дают репортажи из Лафайет-парка месяц за месяцем, и даже им трудно объяснить Хайдерову живучесть. Доктор продержится 9 месяцев и, наголодавшись досыта, объявит, что вступает в президентскую кампанию как независимый кандидат. Но это у нас освещать уже не будут. В 87-м году после статьи в московском комсомольце «Белый танец» и последующего вороха газетных публикаций, впервые признается сначала, что в Москве, а потом, что и в других городах существуют ночные бабочки. В законодательстве России, Прибалтийских республик и некоторых других появляется понятие «проституция». За это могут оштрафовать на 100-200 рублей, то есть отнять 1-2 ночных заработка. Прежде проституток осуждали за спекуляцию шмотками и махинацией с валютой, именуя в милицейских протоколах женщинами с пониженной социальной ответственностью. Теперь проституток берут на учет. В одной Москве их зарегистрировано более тысячи. В Риге создают милицию нравов. Газеты наперебой знакомят публику с изнанкой красивой жизни. Выясняется, что по служебной лестнице жрицы любви продвигаются сверху вниз. Высший эшелон, работающие с иностранцами за валюту – путаны. Рангом ниже – патриотки. Они обслуживают моряков из загранки, северян и офицеров-выпускников. Дальнобойщицы ездят по дорогам страны в кабинах грузовиков. На дне – вокзальные шлюхи. В письмах в редакции падших женщин предлагают ссылать на север, изолировать в лагерях и направлять на сельхозработы. Особенно презирают тех, кто за ночь зарабатывает больше, чем рабочий у станка за месяц. Из монолога Жванецкого. Ой, девчонки, оказалось, некоторые за деньги, оказалось, за большие деньги. И это еще до всех законов об индивидуальной трудовой деятельности. Все-таки стыдно, да? Нет, нет, просто. Мне разъехал. Разъехал. Просто караун. Просто курс. Что вы имеете мне сказать? Гласность рождает новых лидеров среди периодических изданий. Их называют трибунами перестройки. Главная газета, возглавляемая Егором Яковлевым, еженедельник «Московские новости». Главный журнал, возглавляемый Виталием Коротичем «Огонек». Счастливчики получают их по подписке, прочие скупают в киосках, читают, передавая из рук в руки. Редакция МН вывешивает свежие номера на стендах перед своим зданием. С наступлением сумерек их читают с фонариком, спичками и зажигалками. Даже в кратком курсе истории ВКПБ, поносимым московскими новостями и огоньком, Сталин, наверное, упоминался реже, чем в этих изданиях. Главные авторы – дети 20-го съезда, делающие то, чего не успела первая советская оттепель. Назвать все своими именами в прошлом, добиться, чтобы можно было обо всем писать в настоящем и, продолжая спор западников и славянофилов, ругаться с нашим современником, главным журналом почвенников, про будущее Родины. Московские новости ломают традицию советской публицистики. Здесь лучшие перья страны не считают зазорным написать две странички, три. Оказывается, любую проблему по-русски можно сформулировать коротко. Представить себе не мог, что такое возможно. Благодарю. Через 60 лет после подавления фракционной борьбы в партии, в 87-м году, все политически грамотные люди страны разделились на тех, кто за Егора Легачева, и тех, кто за Александра Яковлева, за консервативное и перестроечное крыло в политбюро. Оба лагеря критикуют Горбачева за половинчатость. Политику перестройки объявили без глубокого анализа. Кстати говоря, объявили. Я цитирую. Легачев кастерит фаворита эпохи, перестроечную журналистику, за вседозволенность и очернительство. Его любимая фраза «Мы упустили прессу». Консерваторам принято относить еще Громыко, Соломенцева, Воротникова, Чебрикова. Яковлева в ранг члена политбюро возводят в июне, и главных идеологов в партии теперь два. Яковлев покровительствует радикальным изданиям, Союзу кинематографистов, театральным экспериментам. К лидерам кремлевских либералов принято относить также Шеварнадзе, в меньшей степени Медведева. Лавирующий Горбачев то призывает к плюрализму, то напоминает про партийный подход. В 87-м году происходит разделение главного драматического театра страны, Московского художественного академического театра Союза СССР. Теперь два МХАТа в проезде художественного театра в бывшем и будущем Камергерском и на Тверском бульваре. МХАТ Ефремова и Дорониной, мужской и женский. Все начинается с плана реорганизации, предложенного художественным руководителем Олегом Ефремовым. Труппа в 160 человек слишком велика, а у театра две сцены. На общем собрании большинство план отвергает. Быстро оформляется раскол. С Ефремовым почти все звезды МХАТа и новый авторитет эпохи – либеральная пресса. Против менее популярная почти половина труппы во главе с Татьяной Дорониной. Доронинский МХАТ будет оппозиционно-патриотичным. Ефремовский сохранит верность классике и современности в реалистических традициях. Оба МХАТа выживут, но лидером сцены не будет ни один. В общем, сломай кусок. В 87-м году союзная прокуратура арестовывает Юрия Чурбанова. Получает новейшее подтверждение пословица «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Бывший первый заместитель министра внутренних дел СССР, генерал-полковник, муж Галины Брежневой, Чурбанов станет самым именитым московским обвиняемым по хлопковому делу. Главный уголовный процесс перестройки сметет всю элиту Узбекистана и превратит в политических звезд руководителей следственной бригады – Тельмана Гдляна и Николая Иванова. Их фамилии сольются в одну – Гдлян и Иванов. Символ борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Хлопковое дело началось при Андропове – с ареста директоров и товароведов узбекских хлопкоочистительных заводов, которые давали взятки руководителям Серпуховского хлопчатобумажного комбината. Те оформляли липовые документы о приемке сырья. Отрасль, оказывается, жила по установленной таксе – 10 тысяч рублей за вагон фиктивного хлопка – доля огромных средств, поступающих в Солнечную Республику. Из Москвы направляют следственную бригаду. Общая сумма похищенного оценивается в полтора миллиарда. На фоне ужасающей нищеты кишлаков изымаются горы денег и золота. В Москве группа Гдляна и Иванова устроит показ найденных ценностей для прессы и телевидения. В Узбекистане по комплексу дел проходят тысячи людей, в том числе руководство МВД Республики, сам министр, не дожидаясь ареста, застрелился, председатель Совета Министров, 8 секретарей обкомов и 4 секретаря ЦК Компартии Республики. Ясно, что хлопковую мафию должен был кто-то покрывать в Москве. Бывший министр внутренних дел Щелоков в могиле, бывшему первому заму, знаменитому Чурбанову, он очень подходит для образцового наказания, дадут 12 лет. Подсидит 6. Я прошу вас поверить, мне лишь в одном. Здесь, в суде, я был искренен. История протока хлопок, белое золото, превращалась в обыкновенное, поражали 150-рублевое население. Стало ясно, что все там повязаны и что даже до Москвы докатилось. Фамилии Усман Хаджаев и Худайбердыев теперь знали и в средней полосе. Но главным эпизодом стало привлечение Чурбанова, зять Брежнева и зэк Андропова. Экономическое положение страны продолжает ухудшаться. В 87-м году решено, что причина бед в разбазаривании средств, поступающих из центра и в плохих начальниках на местах. Для преодоления недостатков трудовые коллективы начинают сами выбирать директоров предприятий, а предприятия переходят на самофинансирование. Первый раз директора выбирают в Елгаве, в Латвии, на заводе РАФ, выпускающем главные советские микроавтобусы. На конкурс поступает 3026 заявлений. Претендуют все – молодая портниха и ученые из НИИ, учителя и старшеклассницы, и, конечно, рабочие. 20 кандидатов приглашают приехать, пятеро из них начинают предвыборную борьбу, как в фильмах про Запад. Встречи в цехах, изложения программ, публикации в городской газете. В финал выходят двое. В заключительном туре побеждает Виктор Боссерт, директор предприятия из Омска. Большинство же коллективов будут выбирать своих директоров с наказом «ничего не менять», поясняя «мы голосуем за стабильность родного предприятия». Затея с самофинансированием ничего нового не приносит. То есть предприятие не прочь оставлять прибыль, если она есть себе, но при этом все равно деньги на развитие стараются выбить у государства, ведь долги потом спишут. Хозяйственная разбалансированность только увеличивается. За две недели августа 1987 года во время гастролей в Прибалтике Московский театр сатиры теряет двух ведущих актеров, а страна – звезд советского экрана Анатолия Попанова и Андрея Миронова. К концу года на экраны выйдут последние фильмы с участием любимых артистов «Холодное лето 1953-го» и «Человек с бульвара Капуцинов». Анатолий Попанов в промежутке между гастрольными спектаклями отъезжает на киносъемки в Москву. Об одном жалею. Годы. У Попанова всю жизнь игравшего сильные характеры слабое сердце. 64-летний актер умирает после очередного приступа 5 августа. Театр гастролей продолжает, заменяя спектакли с Попановым творческими вечерами Миронова. Как хочется пожить по-человечески и работать? Анатолий Дмитриевич Попанов последний кадр. Когда у человека есть цель в жизни, смерти ему не страшна. 14 августа, играя «Женитьбу Фигаро» на словах «Она оказывает предпочтение мне», Миронов падает на сцене. Инсульт. Спустя два дня он умирает в возрасте 46 лет. Страна лишается обожаемого кумира, непревзойденного исполнителя ролей вертопрахов всех времен и народов. без печали на благо всей земли. так мы давно мечтали, но так и не смогли. Вели, заряжай. В 87-м году выходит первый номер журнала «Бурда Моден» на русском языке. Мировой успех в области моды приходит из Германии. Так рекомендует себя издание советским читательницам. Но это не журнал моделей, созданных кутюрье. Это журнал выкроек, чтобы шить самим. Основатель и редактор журнала, женщина в возрасте элегантности, фрау Энне Бурда, открывает каждый номер вступительным эссе жанра «Между нами девочками говоря». Бурда моден, прорыв к другой женской доле. Одежда по точным выкроекам легко шьется и ладно сидит. Уже в первом выпуске 48 моделей, получаемых нашими читательницами одновременно с домохозяйками Европы. Журнал еще учит, как снимать мерки, делать массаж лица, высушивать цветы и завязывать банты из платков. Пока не построена своя типография в Леонозово, русская Бурда печатается в Германии 100-тысячным тиражом. Стоит целых 5 рублей, свободной продажи не бывает. На всех крупных промышленных предприятиях страны с 87-го года вневедомственный контроль за качеством. Государственная приемка произведенной продукции. Госприемка. Штат контролеров по стране доведут до 50 тысяч человек. Как полагается при плановом хозяйстве, органы госприемки отчитываются объемами забракованной продукции, превращая недостатки подопечных предприятий в свои достоинства. При тотальном дефиците и отсутствии конкуренции, госприемка, хоть условно и независимая от производителя, стать заинтересованным представителем потребителя не может. По официальным данным, в 86-м году 12% продукции, выпускаемой в Советском Союзе, соответствуют мировым стандартам. В 87-м 9, в 88-м будет 7. Низкое качество товаров при социализме, притчевоязыц, предмет многочисленных шуток и анекдот. Популярный анекдот позднего социалистического периода. Что это такое? Жужжит, летает, а в ухо не попадает. Ответ. Советская летающая жужжалка для впадания в ухо. Новая команда Горбачева-Рыжкова, разумеется, не может смириться с таким положением вещей. Она начала кампанию ускорения, теперь пора взяться за качество. Беда в том, что в рамках социализма эта проблема не имеет решений. Повышать качество не нужно. Все и так в дефиците, все и так с руками оторвут. Глупости все это. Начальственная ерунда. Приходится выбирать старый, проверенный бюрократический способ. Давайте создадим новую, большую бюрократическую структуру, которая будет заниматься специально тем, чтобы следить за качеством продукции и наказывать виноватых. Аналог системы военных представителей, уполномоченных военной приемки на военных заводах. То, что там еще хоть как-то работает в бесконечно привилегированной сфере экономики, распространенная на всю экономику, оборачивается большим, длинным, дорогостоящим анекдотом. Никакой революции в качестве не получается. Правда, количественные показатели довольно заметно идут вниз. 87-й год, в котором документальное кино интересует публику едва ли не больше, чем игровое. Самое громкое название «Архангельский мужик» и «Легко ли быть молодым» ленты, ошарашивающие публику и возмущающие идеологическое руководство. Архангельский мужик Николай Сивков. Первый советский фермер. Его семья по договору с совхозом выращивает 60 бычков. Я в нужде сейчас, я в нужде. Мне дали телят. Вот, значит, технику тормозят. Технику тормозят. Нас ставят сейчас такие условия, что хочешь, бери вот это, не хочешь, нету, а мы больше тебе не дадим. Авторы Анатолий Стреляный и Марина Голдовская поют гимн кулачеству как классу. Даже правые уклонисты так не любовались куркулем-хуторянином. Только при Столыпине его считали солью земли русской. Архангельский обком партии добивается отмены объявленного в телепрограмме повторного показа. Но потом фильму дадут государственную премию. Юрий Сподникс Норильской киностудии снимает портретную галерею первого поколения, живущего в относительной свободе. Молодые узнают в фильме себя, взрослые их узнать не могут и рассуждают в прессе о своей ответственности за молодежь. Детки с лестничной клетки выходят на улицы. Теперь они неформальные объединения молодежи. Неформалы. Имеется в виду, что формальное объединение молодежи – комсомол. Самые заметные – рокеры, металлисты, панки, новое поколение хипорей и уникальное явление столичного мегаполиса, наезжающие в Москву любера. Мирных жителей особенно раздражают рокеры. Из-за них любимый город не может спать спокойно. Полночные ковбои гоняют по пустым улицам с бешеной скоростью, без глушителей, номеров и водительских прав. В 87-м году в Москве из-за ночных мотоциклистов почти 300 аварий. И Моссовет запретит групповую езду на мотоциклах в городе с 23 до 7 часов. А столичных гаишников посадят на мотоциклы БМВ, чтобы могли догнать. Хиппи, наоборот, самые тихие. Тусуются себе, носят космы, тертые джинсы, холщовые торбы, разные фенечки и поют под гитару. Агрессивные поклонники тяжелого рока, панки и металлисты, в шипастых куртках и проклепанных напульсниках, складывают пальцы козой, слушают магнитофон на полной громкости и пишут на стенах «Хэви метал навсегда». Хиппи, панкам и металлистам столицы не дают житья и любера. Коротко стриженные, накачанные ребята в широких клетчатых штанах приезжают на электричках из Люберец. Они ходят толпами и очищают Москву от тех, кто позорит наш образ жизни. Стригут патлы, срывают одежду с прибамбасами, попросту бьют. В общем, гасят прочих неформалов. А ну-ка, дай! Иди сюда! У Люберов единственного оригинального объединения, собственная идеология, здоровый образ жизни, добро с кулаками, базы, подвальные качалки и лозунг «Люберцы – центр России». На Казанском на вокзале вдруг послышалось «Ура!» Думал я, идут учения, оказалось, Любера. Сегодня погибла последняя муха крозофила. В 87-м году в Москве пытаются прекратить привлечение иногородних рабочих на условиях временной прописки. 23 года назад, когда рабочие места появлялись быстрее, чем росло население столицы, предприятиям позволили нанимать немосквичей, указав лимит штатных мест. Ну и понаехали лимитчики. В Москве их называют «Лимита». Больше всего лимитчиков и лимитчиц на строительстве метро, на ткацких фабриках, на заводе «Серп и молот», на АЗЛК и ЗИЛе. Его еще расшифровывают как «Завод измученных лимитчиков». Первые три месяца после приезда иногородние рабочие стоят на контроле в милиции. Временную прописку им дают на два года, потом при хорошем поведении еще на два, и только потом можно прописаться постоянно, чаще всего на койку в общежитии. Каждый второй приехавший не выдерживает даже начального срока. Запрещая ввоз рабочей силы в столицу, власти понимают, москвича не запряжешь как провинциала. Поэтому «Метрострой» и «Минтрансстрой» составляют исключение. Им по-прежнему разрешено брать рабочих с временной пропиской. Следуя духу времени, Центральное телевидение в течение 1987 года выпускает три новые передачи, определяющие перестройку в эфире. Про одну говорят «Острая», «Взгляд», про другую «Тупая», «Прожектор перестройки», про третью «Мягкая», «До и после полуночи». Прожектор перестройки «Остряки» произносят «Прозектор». Выходит сразу после программы «Время» в качестве приложения. Лобовое выполнение социального заказа. Рассказы про то, что где-то кто-то не перестроился, а где-то напротив пробиваются первые ростки нового. Появляется ночное телевидение. Раз в месяц на экране возникает ослепительный Владимир Молчанов в компании очаровательной соведущей и красиво говорит о красивых вещах, завораживающе жестикулируя. «До и после полуночи» идет действительно допоздна, не давая уснуть. Любимцами широких масс становятся ребята из «Взгляда». Троица Дмитрий Захаров, Владислав Листьев, Александр Любимов и пара Владимир Мукусев и Александр Политковский. Они свои в каждом доме. Разговоры на темы, интересующие всех, самые модные музыкальные номера, иногда полемика с властями, все живо и динамично. Такого на телевидении еще не было. Я хочу представить первого гостя нашей программы. Это известный актер и кинорежиссер, ну что в первую очередь, я думаю кинорежиссер прежде всего, Станислав Говорухин. Телевизионное начальство за взглядом следит особо. Из программы все время вырезают острые куски, а могут и вовсе закрыть. Миллионы людей живут от пятницы до пятницы, от взгляда до взгляда. Отчет о проделанной работе. Мы пользуемся только документами. Историко-патриотическое движение «Память», созданное в начале 80-х при Министерстве авиационной промышленности, в 87-м заявляет о себе шествием по центру Москвы. К демонстрантам выходит и с ними беседует первый секретарь Московского горкома партии Ельцин. Лидер общества «Память» Дмитрий Васильев и другие активисты в интервью и самодатских публикациях говорят о православии, большевизме и борьбе с жидомасонами. Начинаются дискуссии о том, что перестройка разбудила не только здоровые, но и нездоровые силы общества, что необходимо различать патриотизм подлинный и мнимый, и нельзя допустить дискредитации понятия «патриот». Следы жидомасонского заговора память обнаруживает везде. В газетах, если смотреть на просвет, видны звезды Давида, линии московского метро проложены для подрыва столицы. Считается, что общество занято восстановлением порушенных памятников архитектуры, но более известны шумные собрания и митинги, непременные украшения которых – дядька в свитере с вышивкой «Водку пьешь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива». В обиходе откровения про национальный состав ленинского совнаркома, про роль евреев в коллективизации и сносе церквей, про растление молодежи рок-музыки, пьянкой и аэробикой. Память – радикал-патриоты. К ним сочувственно относятся патриоты умеренные, а с их призывами к традиционализму не может не считаться власть. На советской эстраде сильная личность. Со славой Высоцкого начинает тягаться Александр Розенбаум, известный автор блатного подпольного альбома «Гоп-стоп». Ныне легализованный Розенбаум первым с профессиональной сцены поет про афганскую войну. Все равно не сможете понять, как горит, идя к земле, свечой ил, в котором дембеля. Еще три года назад Розенбаум считался непристойным, а теперь записывает три диска на мелодии и выступает с концертами. Грубовато-чувственная лирика, военные баллады, стилизации под «Народное казачье». Розенбаум любит повторять, что работал врачом скорой помощи. И хотя на жизнь привык смотреть трезво, романтики не чушат. Из-за дареного ветра крепкая шина Танцевала в подворотне Осень вальс бастон отлетал Теплый день и хрипло пел саксофон При стремительно растущих тиражах Счет идет на миллионы экземпляров Журналы «Дружба народов», «Новый мир» и «Знамя» Публикуют написанное 10-20 лет назад Остросоциальное произведение Перестроечную прозу Лидер жанра – роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» Впервые в официально изданном художественном тексте Сталин-злодей – виновник массовых репрессий Рыбакова критикуют за излишнюю горячность И однозначное толкование прошлого Любят за то же самое Новое назначение Александра Бека Зубр Даниила Гранина Белые одежды Владимира Дудинцева Жизнь и судьба Василия Гроссмана Ночевала тучка золотая Анатолия Приставкина В художественно-разновеликих публикациях толстых журналов Подписчик ищет правду про Сталина и недостатки социализма На Западе начинается мода на СССР Считается, что у нас интереснее всего на свете Слова «перестройка» и «гласность» не просто повторяют все цивилизованное человечество На футболках в зеркале общественного настроения они пишутся кириллицей Особо продвинутые на Западе могут даже выговорить новое мышление Бушует, не зная границ, половодье горбимании Впервые советский генсек – популярнейший лидер на планете По западному обыкновению его сокращают до горби Как Тэтчер – Мэгги, как Рейган – Ронни Сам Рейган, как всегда, со своим народом По поводу разоружения он повторяет пословицу «Доверяй, но проверяй» На Западе и дома выходит книжка Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира» Автор указывает – книга не закончена и не может быть закончена Перестройка претендует на новую политическую философию Ход обычных рассуждений Тот капитализм, который существует, ни одного думающего человека на Западе не устраивает И тот социализм, который существует, не устраивает думающих нас «Перестройка» создаст третью модель и она устроит всех Горбачев всюду твердит – социализм еще не раскрыл своего потенциала 25 мая 1987 года в 18 часов 45 минут на Васильевском спуске возле Кремля Приземляется маленький спортивный самолет «Сесна-172П» Пилот тут же задержан милицией Им оказывается 19-летний гражданин ФРГ Матиас Руст Который заявляет, что прибыл с миссией мира А столь экстравагантный способ передвижения избрал, чтобы к его словам прислушался Михаил Горбачев В тот день Руст вылетает из Хельсинки Движется к советской границе и, снизившись до высоты 60 метров Пропадает с экранов финских радаров Сбрасывает канистру с бензином Имитирует катастрофу Советскую границу пересекает в районе Кохтло-Ярве И берет курс на Москву У Руста план приземлиться на Красной площади Он летит со стороны Москва Реки, снижается над площадью И тут видишь, что экскурсантов слишком много Сесть не удастся Именно в этот момент какой-то западный турист Ловит самолетик Руста в объектив своей бытовой видеокамеры И дальше уже следит, не выпуская за всеми виражами Руст долетает до исторического музея Разворачивается И потом совсем низко, над Кремлевской стеной Над Мавзолеем Возвращается назад к Москвореке Там разворачивается еще раз И идет на посадку по Васильевскому спуску Здесь у собора Василия Блаженного Его самолет делает несколько последних кругов и останавливается Потом будут много спорить о летной квалификации Руста Как это он сумел так удачно долететь из Финляндии до Москвы Одно, несомненно, приземлился он очень чисто Именно на это, прежде всего, обратят у нас внимание На Чкаловскую лихость посадки Ну и, конечно, на то, что, оказывается, на Западе Любой сопляк может повезти самолет Еще над территорией Ленинградского военного округа В Сесне Руста подлетал советский перехватчик Но ничего не предпринял и вернулся на базу Приближающийся к Москве самолетик Службы ПВО несколько раз берут на мушку Но от руководства приказов не поступает А командиры на местах после истории с корейским Боингом Не хотят брать ответственность на себя Васильевский спуск начинают именовать Шереметьево-3 Анекдотический случай Лихой пролет Если выражаться на современном российском языке Шпанистого парня Над железной дорогой Соединявший Ленинград с Москвой И затем посадка на На Васильевском спуске Привела к тяжелым политическим последствиям Горбачев к тому времени Столкнулся с серьезной оппозицией Со стороны консервативных деятелей в партии И еще более со стороны Естественно консервативных военных Не желавших сокращать военные расходы А это делать было совершенно необходимо Страна их больше не выдерживала В результате прилет Русто был использован Горбачевым и его группой в либеральном руководстве Для того, чтобы серьезно подорвать позиции военного лобби Был отправлен в позорную отставку Весьма достойный человек Маршал Соколов Последний из генералитета Выигравшего Великую Отечественную войну Усилилась антиармейская истерия в обществе И в средствах массовой информации Трагикомическая история закончилась фарсом Не сажать было нельзя Он совершил преступление И сажать было неудобно Мы начинали дружить с Германией Поэтому Русто посидел и улетел Новая мода центрального телевидения Телемосты В этом и следующем году Их через океан перекинут в общей сложности 14 Отношения с США почти дружеские Всем есть о чем поговорить Благодаря спутникам связи Наши женщины встречаются с их женщинами Наши журналисты с их журналистами Ученые с учеными Главные мостостроители Владимир Познер и Фил Донахью Широчайший разброс тем От возможностей совместной экспедиции на Марс До особенностей интимной жизни у двух народов Когда прозвучит знаменитое В СССР секса нет Фил Донахью Первая американская телезвезда у нас От соотечественников в студии Он ничем не отличается Владимир Познер напротив Наше высшее достижение раскованности Предъявляемое Западу Владимир, доброе утро Или добрый вечер в вашем случае Да, доброе утро вам Как ты сказал, мы в Москве все И рады приветствовать вас По случаю собрания У Познера У Познера блистательный английский А по-русски он говорит с легким Интонационным акцентом И зарабатывает репутацию Свой среди чужих, чужой среди своих Телевизионный Илья Эренбург Эпохи Горбачева И студенты факультета журналистики Но лидеры двух великих держав Согласились с необходимостью Активизировать диалог С 87-го года в Москве Начинают отмечать День города Последний раз собственный праздник Был у столицы в 47-м году Когда исполнилось 800 лет Теперь, начиная с полукруглой даты 840, каждый год в начале сентября Ее будут поздравлять с днем рождения В День города народное гулянье Как на большой ярмарке Ряженые балаганчики с артистами Силачи и трубачи По Садовому кольцу шествие Здравствуй, Московское время Дружины Юрия Долгорукова и Дмитрия Донского Гусары Бородина Отряды красногвардейцев и метростроевцев Маскарад в парке Горького Драматические театры выступают на Манежной площади Большой театр поет у собора Василия Блаженного Праздник заново оформляет городской патриотизм Все лучшее в России в Москве И вся Москва лучшая в России Кто-то сеет Кто-то пашет Кто-то строит и кует Кто кого тут перепляшет Кто кого перепоет На октябрьском 87-го года Пленуме ЦК КПСС Кандидат члена Политбюро Первый секретарь Московского горкома Ельцин Выступает с критикой работы Политбюро И самого Горбачева Товарищи по партии его осуждают А народ жалеет Нашелся один честный Выступил против портократов За это и пострадал До октябрьского пленума ЦК Ельцин был одним из списка Товарищей Воротников, Зайков, Рыжков Слухи о его выступлении Поползли сразу после пленума Но официально ничего не сообщалось Не хотели омрачать празднование 70-летия октября На котором Ельцин присутствует Как ни в чем не бывало 11 ноября пленум Московского горкома Горбачев и еще 23 человека Ельцина громят в пух и прах При этом выступление Ельцина на пленуме ЦК Из-за которого, собственно, весь сырбор Не публикуют По Москве оно ходит в самоиздатовской машинописи С первых секретарей горкома Ельцина, разумеется, снимают И в ореоле великомученика Отправляют на специально придуманный пост Министра СССР Первого заместителя председателя Госстроя СССР Рассказывают, что у Ельцина сердечный приступ И что Горбачев ему напоследок сказал До политики я тебя больше не допущу Нобелевская премия по литературе В 87-м году присуждается Русскому поэту Иосифу Бродскому Последние 15 лет живущему в США Бродский, пятый русский литератор Получающий Нобеля В четырех из пяти До Бродского в случаях с Буниным, Пастернаком И Солженицыным Престижнейшая премия не может восприниматься Как лишь литературная награда Хотя для кого-то напротив присуждения Нобеля Шолохова в 65-м Выглядело политическим жестом Но даже для советских читателей Привыкших не отделять книгу от политики Теперешняя ситуация занятная Ныне здравствующих наших писателей Лауреатов два Оба живут в американской эмиграции О присуждении премии Бродскому У нас сообщают и не более того Первая легальная публикация стихов на родине Одновременно с церемонией вручения В декабрьском номере нового мира Это был год 87-й В проекте «Намедни» 1961-1991 Наша эра События, люди, явления, определившие образ жизни Следующая серия 88-й год Нагорный Карабах Асса Рейган в Москве Тысячелетие крещения Руси СПИД Письмо Нины Андреевой Дедовщина Первый конкурс красоты ДДТ Кино Наутилус Народные фронты в Прибалтике Реабилитация Бухарина Землетрясение в Армении Ласковый май Маленькая Вера До следующей серии И следующего года Счастливо! Счастливо! Счастливо!